здравствуйте дорогие друзья просили показать как выглядит моя гортензия самарская лидия купленная в этом году в горшке p9 вот хочу вам показать самарскую лидию и гортензия little blossom как они выглядят гортензия little blossom она вообще низкорослый сорт высотой 70 сантиметров я ее специально приобретала для выращивания в горшке чтобы украсить какие-то ну какие-то участки где невозможно посадить растение в открытый грунт тоже посмотрите сегодня 14 сентября она вот так вот окрасилась очень ярко очень ярко бордовая пока я тоже не вижу никакого тут покоричневения цветет вот так она тоже она у меня была куплена в горшке p9 посмотрите вот так наросла три соцветия и все они цветут а вот это самарская лидия я вам показывала ее обрезку она была малюсеньким саженцем кстати я покупала вместе с гортензией геркулес и вам показывала корневую систему геркулеса та гортензия нарастила очень большую весь вот горшок 10 или больше там литров полностью корневой системой самарскую лидию я недавно переваливала в этот горшок конечно сказать такого не могу наверное только литра 3 вот как она заняла такой только объем видите каждая гортензия по-разному развивается еще насколько интересен цвет у самарской лидии тоже спрашивали стоит ли гоняться за такой красавицей или успокоиться и все-таки угомониться и больше не искать вот посмотрите 14 сентября какой цвет полностью соцветия полностью соцветия бордовая темная эти я близко вам показываю нигде никакого нету коричневого еще цветочка видите все абсолютно и это же гортензия растет в горшке как многие говорят что конечно они тут больше страдают больше уход за ними чем в горшке но еще или моя ошибка или как бы в этом году я ее посмотрите обрезала на две почки было у нее два рожок такой два побежка вот одна пара почек а я среза сделала повыше над второй парой почек вот еще пара почек а я сделала срез повыше и посмотрите все таки она мне выдала тонковатые побеги но я думаю они сантиметров где-то 45 но все-таки они тонковатые пока она сама себя не держит видите я специально ее тут развязала хотя она у меня в таком подвязанном вообще виде и что еще поэтому в следующем году буду обрезать не на вот эту древесину этого года она прошлогоднюю древесину чтоб вот на эту пару почек она у меня была да и она выдаст вот отсюда побеги уже должны быть покрепче пускай она будет у меня долго как бы нарастать развиваться но я хочу все-таки каркас создать ей ей жесткий такой и еще хочу спросить вот у кого я не вижу в роликах эту гортензию знаете у всех вижу что у нее у нее такая особенность что вот покоричневение по краю листа но вот посмотрите какое тут аж такое видите вот такие сухие очень кончики я не могу сказать что она у меня пересушена если бы я ее не доливала страдала бы соцветия а соцветия посмотрите у меня в прекрасном состоянии если бы она болела то я думаю тоже страдала бы соцветия но соцветия опять же в прекрасном состоянии или это особенность сорта или чего-то не хватает листиком потому что как бы ну вот тоже немножко на гортензии little blossom есть такое вот сухое покоричневение может быть не хватает каких-то микроэлементов чтобы в следующем году конечно моя красавица не страдала а получала все необходимое мне тоже задавали некоторые вопросы зрители я думаю что многим будет интересно что это такое и как с этим бороться сразу мы должны поставить диагноз а потом поставить лечение почему вот так вот сохнут листь листья подскажите пожалуйста знатоки вот именно этого сорта еще хочу сказать что конечно сорт очень красивый сорт найдет достойное место парадное я освобождаю парадную клумбу но все равно с весь следующий год я хочу за ним следить я боюсь что мои тут песики могут сломать такую красавицу все-таки она у меня будет еще расти в горшке посмотрю как она нарастет я же могу ее в любое время перевалить в открытый грунт конечно посмотрю что как она себя поведет сколько нарастит вот тут вот новых побегов и как они ну в общем как она будет себя вести а вот литл блоссом это уже претендент на контейнер не к на контейнерное выращивание а это вон там пошел мой тоже один пакостник который может поломать мои эти растения а гортензия самарская лидия естественно будет только в открытом грунте на солнечном парадном красивущем месте вот такая гортензия так что думаю кто гоняется за ней все-таки стоит ее поискать ну спасибо за внимание и до новых наших гортензий у меня еще в саду тоже много новинок которые еще и не цветут которые запаздывают цветением а вот это еще две новинки этого года самарская лидия и литл блоссом две красотки посмотрите тоже цвет яркий у литл блоссом видите яркий бордовый но самарская лидия это конечно огонь спасибо вам дорогие друзья и до свидания